У нас сегодня немножко потеплело. Наверное, градуса 3-4. Снег уже весь почти сошел. Короче, красота. Плохо, что солнца нет на небе. Такое затянутое тучами. Но все равно гулять хорошо. Птицы даже перестали петь. А то ж пели уже по весеннему. Вот ходили прогуляться. А Пуша нас ждет. Пуша, что ты хочешь? Мы пришли. Иди домой. Сидит, выглядывает. Ну, ждал, ты ждал. Молодец. Молодец, что ты ждал. Иди домой. Иди. Кот пришел домой. И легся спать. Смотрите, как у него не помещается. Он на полке. На этой полке он еще и ребенком спал. А теперь у него все падает вниз. Хвост и лапа внизу. И не найдешь, где его мордочка. Что там такое? Ну? Что такое? Что такое маленький? Лапочки свои сжимает, да? Вот такой хороший мальчик. Вот такой золотой котик. Вот такой пушистый. Ты такой любимый, да? Не кот, а какой-то медведь. Ну, спи, спи. Не будем тебя беспокоить. Нагулялся там. Что-то шерсть так у него тут поражала. Или так камера показывает. В этом году тоже были колтуны. Но мы их посрезали вовремя. Да, Пуша? Спасли тебя, маленького. Спасли. Сегодня суббота. Мы смотрим свою любимую программу. С Дмитрием Комаровым. Вот интересные у него съемки. Так я люблю эти путешествия смотреть. Друзья, сегодня я покажу вам очень интересное блюдо. Которое я обычно готовлю к борщу. Я его готовлю очень часто. Очень мне нравится. Хочу показать вам, чтобы вы тоже обязательно сделали. Но, честно, никакие блинчики, никакие лепешки не сравняются с теми лепешками, которые мы сейчас с вами приготовим. Для этого понадобится всего ничего, ерунда. Продукты, которые есть в каждом доме. Ну, конечно, мы вначале муки. Не будем ничего взвешивать. Все будем делать на глаз. И вы не ошибетесь, честное слово. Берем муку. Значит, 7 столовых ложек. Вот так вот с горкой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И еще пол ложечки. Вот. Семь с половиной столовых ложек получается. Далее возьмем две чайные ложки с горкой сахара. Щепотку соли. Разрыхлитель. Разрыхлитель обычный. Такой, как продается в любом магазине. У меня вот такой вот. Это не играет роли. Чайная ложка разрыхлителя. Это будет у нас сухая фракция. Размешали. Теперь в кастрюлю положим примерно 10-15 граммов сливочного масла. Но я даже могу больше положить, потому что маслом кашу не испортишь. Ну и лепешки наши тоже. Подождем, пока масло хорошенько растворится. Масло у меня растворилось. И я сейчас добавляю 150 миллилитров кефира. Вот видите, не полный стакан. И буду сразу размешивать, чтобы кефир нагрелся, но не свернулся. Кефир должен быть тепленький. Уливаем кефир с маслом в смесь. И замешиваем быстрое тесто. Тесто должно быть мягкое, эластичное и немножко липнуть к рукам. Вот такое мягкое, эластичное тесто, очень приятное получается. Сделаем из него вот такой вот модный колобок. И оставим на столе на полчаса. Пусть тесто немножко отдохнет. Полчаса прошло. И мы продолжаем. Эта чугунная сковородка. Наливаю туда масло побольше. Еще немножко тесто обмерло. И разделю его на 4 части. Субтитры сделал DimaTorzok масло на сковородке хорошо раскалилась и сюда выкладываем первую лепешечку масло должно быть хорошо разогрета но затем добавим с масло и масло сейчас мы вам покажем наш самый простой украинский обед но если не считать лепешек то на каждом столе в украине вы можете увидеть вот такие такие вот блюда прежде всего украинский борщ у меня это со сметаной борщ без мяса поэтому будем есть салом еще с луком еще с лепешками у нас сегодня будет украинский обед с французским уклоном мы будем еще пить красное вино фуржеры борщ как-то не сочетаются да прям такие пьют вино у нас и с борщом и чем хочешь вам и чтобы борщ был но такие вот лепешки видите они хрустящие такие вкуснючие ни с чем не сравнимое тесто такое воздушное плюс кусочек сала я люблю так меленько так нарезано муж любит конечно большой большой кусякой такой но я люблю мелко салона с очень вкусно и цыбули у нас сочная целого вкусно эти более сочная больше наваристый пути без мяса воспитанные люди вначале пьют а потом едят у нас наоборот вино красная терпкая такая же оружие потом становится после его применения красная и